Встреча уссурийских бизнесменов и представителей «Газпрома» прошла по инициативе главы администрации Евгения Коржа. На данном этапе необходимо выяснить, какие уссурийские предприятия перейдут на новые топлива. Первый пусковой комплекс газопровода сдадут в четвертом квартале этого года. Но пока уссурийские недостаточно потребителей для запуска газораспределительной станции. Без нее заводы топливо не получат. ГРС имеет свои параметры максимально минимального расхода газа, который она через себя может пропускать. Вот если она ниже минимального, то есть, ну как сказать, как двигатель, я проще скажу, да, ему не хватает просто-напросто. И могут произвести нарушения ее работы. И вплоть до того, что из выхода из строя, самое ГРС. Но не может быть меньше. Пока лишь несколько крупных предприятий подтвердили, что будут использовать газ. Как признаются представители бизнеса общества, расходы на топливо порой составляют до 30% от себестоимости продукции. А газ будет в несколько раз дешевле мазута. Выгода от использования голубого топлива очевидна всем. Тем не менее, чтобы перевести крупное производство на новый ресурс, необходимо рассчитать затраты и потенциальную прибыль. Многие предприниматели боятся рисковать. У людей нет четкого понимания, что будет с производством через год или два. Нам, чтобы просчитать окупаемость, нужно понимать, какого качества газа будет в трубе. То есть, что мы можем поменять вместо своего мазута и какая стоимость будет этого газа. То есть, просчитать экономику. Глава администрации округа объяснил, что это лишь первая встреча подобного рода. Бизнес-сообщество получит ответы на все вопросы. Евгений Кош пообещал, что администрация выступит посредником между газовиками и предпринимателями. Личные встречи со специалистами «Газпрома» будут организовывать так часто, как это потребуется. «Газпром» напрямую будет людям говорить, что, как, поэтапно нужно делать, подготовить все документы. Потому что это готовится около года полутора документации. Это смертная документация, проектирование, покупка, где нужно специальное оборудование. Чтобы за это время все потребители, которые хотят бизнес получить газ, они за это время подготовили все, чтобы мы могли их подключить. Муниципалитет также заинтересован в газификации. Администрация округа планирует перевести на голубое топливо сразу несколько уссурийских котельных. Газопровод зайдет и в новый микрорайон города Радужный, где будет отапливать жилые дома. Газ – экологически чистый ресурс, и его использование уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу. Здесь очень приятно, что мэр, он неравнодушный человек, он очень активно ставит позицию, чтобы бизнес имел возможность пользоваться газом. Потому что экономическая составляющая – это экология, еще раз говорю, ну, целый комплекс положительного для того, чтобы развивать бизнес. Напомним, что строительство газопровода в нашем округе началось в конце 2015 года. На данный момент под землю уложили 12 километров труб. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.